Это новости на первом. Здравствуйте. В студии Валерия Кораблёва. В этом выпуске. Ещё толчки и угрозы цунами. В истерзанной стихии Японии работает наш корреспондент. Как на пороховой бочке на японских АЭС выходит из строя всё больше реакторов. Единый день голосования. Сразу в 74 регионах России проходят выборы разного уровня. Она лучше всех знает, что жить здорово. Елена Малышева отмечает юбилей. В Японии вновь угроза цунами после подземных толчков магнитудой 6,3. Под ударом 4 префектуры. А у моря Ивата, Мияги и Фукусима. Из опасных районов сейчас эвакуируют людей. Всего же в пунктах временного размещения находятся уже почти 400 тысяч человек, потерявших крышу над головой. По официальным данным число погибших и пропавших приближается к двум тысячам. Реальные же цифры гораздо больше. В частности, неизвестна судьба 10 тысяч жителей одного из городов, который смыло волной в субботу. Этой ночью Японии удалось покинуть ещё одной группе россиян. Их 20. Вот-вот они будут в Москве. Рейс постоянно откладывался. И вылета в аэропорту Токио люди ждали двое суток. Но в японской столице относительно спокойно. Это подтверждает и наш специальный корреспондент Иван Благой, который накануне смог туда прилететь. Сейчас он добрался до префектуры Мияги, которая приняла на себя первый и самый мощный удар стихии. Его репортаж. Мы находимся в портовом городе Оарай. Он сильно пострадал во время цунами. Волна была такой силы, что подхватывала автомобили. Один из них, вы видите, застрял на ограде. Сейчас вовсю идут восстановительные работы. Предупреждают о новых толчках. Только что по радио сказали, что ожидаются толчки силы 4,8 балла. В префектуру Мияги она больше остальных пострадала от землетрясения и цунами. Сейчас попасть очень сложно. Дороги перекрыты силами национальной обороны. А на заправках нет бензина. Утром Японию опять трясло. Эпицентр землетрясения в 115 километрах от города Синдай в префектуре Мияги. Этот город почти разрушил первый подземный удар. Жители покинули свои дома. Уже обнаружено более 300 тел погибших только в Синдайе. Власти префектуры признаются, в городе Минами-Санрику пропало без вести около 10 тысяч человек. Это более половины всех его жителей. Остальные были эвакуированы. Национальное метеорологическое управление сообщает о сохраняющейся угрозе цунами на Тихоокеанском побережье. Для оказания помощи пострадавшим японские власти решили мобилизовать 100 тысяч военнослужащих. К поиску пропавших без вести подключаются военно-морские силы США. Люди очень сильно напуганы слухами. Интернет наводнили письма с дезинформацией. Например, о том, что из-за аварии на нефтеперерабатывающем заводе в префектуре Чиба выпадут ядовитые осадки. Японским пользователям интернета также приходят электронные письма, в которых называющие себя пострадавшими просят перечислить им деньги. Панику сеют также сообщения о якобы ожидающемся разрушительном землетрясении на западе Японии. А запад Японии практически не пострадал. Впрочем, сейсмологи и правда говорят, что вероятность семибального землетрясения в следующие три дня очень высока. Иван Благо, Илья Марин, Первый канал, Япония.